Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... СНП-500 над историческим максимумом, что предшествует историческому максимуму биткоина. Это одно из условий, которое было в предыдущем бычьем рынке, и сейчас оно повторяется. Так что пока СНП удерживает этот исторический уровень, на биток я смотрю по бычьи. Поэтому следуйте за трендом, ведь он остается нашим френдом. Теперь этот параболический тренд не выбит в камни, ведь у нас пока не случилось низина. И особенно здесь, на линейной шкале, даже эти более низкие уровни сохраняют обеспечение этой параболы. Я их здесь нарисую, потому что пока мы не знаем, где они будут на самом деле. Поэтому я размещу ее просто ближе к текущим ценам. Важно отметить, что нельзя использовать уровни фибоначчи, пока не будет подтвержденного низа, а это подтвержденный верх. Так что их можно строить отсюда, но нужно подтверждение низа. Поэтому это такие преждевременные фибоначчи. Но если у нас здесь образуется низ где-то вот здесь, то следующая цель будет над 55600. И некоторые могут подумать, что звучит это безумно, но когда ты находишься в параболе, тренд двигается экспоненциально. Кривизна становится все более выраженной. Поэтому легко может быть нашей следующей точкой, что, возможно, технически даже приведет нас к историческому максимуму, примерно в момент халвинга, если мы последуем за этой параболой. Но если мы ее сломаем, то будем стремиться к нашей трендовой линии. Так что, допустим, биткоин не сможет пойти дальше за параболой. Уберем отсюда фибоначчи. Если биткоин свалится с этой кривой параболической, то мы будем ожидать тестирования где-то 33 тысячи. Грубо, примерно над 33 тысячами. Это станет примерной нашей целью перед ралли в сторону халвинга. Так что, если биткоин продолжит движение в сторону медвежьих целей, которые мы ждем, то нижний диапазон у 33 тысяч станет нашей поддержкой для отскока прямо у линейного аптренда, что даст нам хорошее ралли в направлении халвинга. Халвинга, который, вероятно, предложит рынку большой спрос, из-за чего мы, вероятно, пойдем вверх, как было обычно. И технически у нас для этого есть много места. Как я уже говорил ранее, эта парабола не высечена в камне. Мы можем отскочить вот здесь, а можем отскочить немного ниже. Где-то здесь. И если мы вскоре не зацепимся за этот низ, то я буду ожидать низы где-то примерно у 30. 33 тысячи. Но пока я настрой сохраняю бычий, и думаю, что здесь мы с вами увидим значительный спрос перед халвингом. Поэтому я считаю, что очень большая вероятность, что мы удержимся, получив экспоненциальный восходящий низ, также известный как параболический восходящий низ, быстренько ведущий нас вверх. И по мере увеличения крутизны этой параболы, движение цены на пампах становится более резким. Таким образом, я считаю, что важно оставаться немного противонастроенным к толпе. И видя то, как толпа настраивается по медвежье, во время тренда обычно это становится сигналом для покупки. Поэтому, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Нажмите на кнопку лайк, подпишитесь на канал. Вы реально этим поддержите ребята с CryptoCommons, которые для вас очень сильно стараются. Они вас ценят и уважают, и надеются, что это взаимно. Всем отличного трейдинга, обнимаю и до встречи в следующем видео.